Да, вот сейчас наших всех поменяют, ваших всех отдадут, поменяют. Наверное, будет неравный, даже наших меньше будет отдавать, чем ваших больше. Просто всех на всех поменяют, закроются границы, не будет ни импорта, не будет импорт, не будет экспорт никакого. Все ископаемые тоже, все в России останется. И часть вот эта коммунистическая страна Китая, она тоже не пойдет в Россию, ее тоже никто не пустит. То есть, если они думают, что они отколют, пусть они идут в Японию, забирают, захватывают их территорию, как бы она нам не нужна. А я просто не понимаю, вы что, вы с гордостью говорите, что сейчас как бы закроют границы? Ну, такое ощущение, что да, потому что, ну, а... То есть, вы... Я не держусь этим. Смотрите, мы хотим, чтобы вообще Россия, пусть отгородится от всех, живите все, делайте ладу, приору и васту. Вот. Клейте жвачкой и так далее. Живите, как хотите, просто не лезьте к соседям. Вот для этого и дело. Украинцы ничего против этого не имеют. Живите со своими, будьте дальше сумасшедшей бензоколонкой. Будьте. Делайте, что хотите там в середине. Да, понял. Вы сможете себе придумать автомобиль. Да, у меня в голове... У меня есть чертежи уже, две блока, которые будут работать на топливе низ границы. Все, пошли. Где вот это, Сколково, и что там у вас есть? Нет, это не надо. Я без денег, я это без денег сделаю. Так что, вы не верите в Сколково, что ли? Я заряжаю телефон от костра. Вы от костра заряжаете? Ну, я видел там в передачах Comedy Club, где говорят, что Сколково делает зарядки, которые от костра заряжают. Но даже вы сами смеетесь себя. Ну, бывает пригодится. Есть Silicon Valley, а есть Сколково. Сколково в Silicon Valley заряжает нормальный телефон, а у вас от костра. Так и заряжайте от костра. Будем заряжать. Ну, вам это нравится, все хорошо. А чем мне горевать, что ли? Я человека располагаю... В смысле, чем горевать? Ну, смотри, вот нормально. Вот украинцы смотрят, да? Пришли, ну, грубо говоря, идиоты. Да? И хотят что-то в Украине доказать. Убивают, насилуют, мародерят, города. Разбивают. Разбивают, да. Сидит, улыбается и рассказывает о Владе приоре то, что у него в мозгах. Пришел в чужую страну. У меня нет в голове того, чтобы убить кого-то. Понимаете? Так вы пришли сюда для этого? Я не для этого, чтобы пришел. Это как-то смотрят с какой-то стороны на меня так. Но я не для этого все пришел. Поучиться, да? Я научился. Я посмотрел. И что? Я сейчас вижу, как наши поступают. Я приходил на рынок, да, вот, где продают, ну, ваш народ, да, на рынке стоит девушка, бабушка, тетушка. У меня не было денег, так как у меня не было выезда в Россию, там, обменять курс, валютник не был. Да, за меня платили, да, и я старался делать так, чтобы тот человек, который дает деньги за меня, он никогда сдачу назад не брал. Он когда забирал, я говорю, отдай назад, потому что человек, он, мы пришли тут, сюда, да, он в такой ситуации попал из-за нас, и ты у него эту сдачу забираешь, вот, он дает эту сдачу, можно взять лишний литр бензина, чтобы тебе при том привезти опять сигареты, которые ты куришь. Я человеку одному вбил это в голову. Нет, вы что хотите, чтобы я вас обнял, какие вы хорошие? Зачем нас обменили? А оккупант пришел и рассказывает мне, что он сказал людям, сдачу оставить. Я своим говорил, делайте правила, делайте хорошо, делайте хорошо. Да, так что, оккупанты сюда пришли, они, вот вы этот бред говорите, что вы такие хорошие, да, к людям? Пришли с автоматами, с техникой? Я понимаю то, что такое выходит, но... В смысле выходит, это факт. Еще рассказывают, что я сдачу оставил, да нужно своим было давать. Туалет нужно дома было построить хотя бы. Да не стройте его, ну, можете его в доме там срать. В доме? Вот именно, что мы в доме не срали. Так можете это делать, это ваше личное дело. На улице. Закопал и все. Прямо такие хорошие русские, сдачу, оккупировали территории, оккупировали территории, и сдачу, они какие они добрые. Понимаете, я говорю, я не такой, как все, с которыми вы меня равняете. Вы такой, как все. Вы такой, как все. Вы пришли сюда за деньги. Вы неудачник в жизни просто. Ну, мне фартит. А здесь фартануло? Много раз. Много раз. А в чем фарт? В жизни. Я шелой, здоровый и без следствия, повреждения. Это фартануло. Еще денежку какую-то где-то капнуло, да, на карточку? Не знаю. А там в России, когда приедет герой боевых действий, да, Денис? Не, не герой. А кто? Мне говорили медали получать. Нахер она мне нужна? Что мне? Приедет? Вот это потом на параде стоять, звенеть, да, то, что я вот был перед гордиться. Денис, вы здесь говорите так, а там приедете, где-то вот эти пропагандоны, да, вот это Россия-24, приедет или еще кто-то будет обнимать. Герой боевых действий. Выжил, выжил. Денис, выжил. Так можно же показать вот эту запись. Ну, пока что. Ну, так я же согласился, да. Зачем я буду... Я не отказываюсь от своих слов никогда. Не, я просто говорю, как в России это все предоставят. Приедет, вот там камера с этими пропагандонских каналов, да, вас оденут, медали повесят, да, и будет Денис, герой СВО, или как это все называется. Нет, дочь возьмут, да, папа, папа, туда-сюда, постановочные эти кадры. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!